Добрый день, уважаемые коллеги! В прошлом видео мы говорили об инструментах и возможностях подачи студентам теоретического материала. Итак, материал студентам доставлен, теперь нужно работать с пониманием, применением, анализом, синтезом и другими очень важными образовательными результатами. Для работы с систематизацией и наглядным представлением материала очень удобно использовать так называемые ментальные карты или карты памяти, а также совместные документы, гугл-таблицы, гугл-документы. Все эти инструменты пригодны для удаленной групповой работы, для выполнения проектов. Для работы с пониманием, конечно, тестирование. Это классика дистанционного обучения. Однако, кроме нескольких видов заданий в LMS Moodle, можно использовать большое количество внешних сервисов, содержащих не менее интересный набор возможностей тестирования. Это такие инструменты, как Сократив, Куизис, Ленинап, ну и, конечно, дискуссии. Для дискуссии хорош форум в LMS Moodle. Он используется для организации обсуждений, высказывания собственного мнения, тренировки аргументации, элементов эссе и многого-многого другого. Форум работает на технологии так называемого взаимного обучения, и здесь применяется взаимное комментирование и взаимное рецензирование. Однако, не забудьте, что при формулировании заданий для форума мы должны предъявлять четкие требования к комментариям, критерии оценивания и, конечно же, оценивать работу студентов на форуме. Не менее эффективная форма обучения – мозговой штурм. Для его проведения используем виртуальные доски. Например, доска Лина, действующая аналогично обычной пробковой доске с наклеенными стикерами. А как же с тренировкой навыков решения задачи кейсов? И здесь есть решение. Предлагаемая технология – групповая работа в сервисе Дискорд. Сервис предлагает возможности общения как в общих, так и групповых конференциях, с общим информационным пространством и у мессенджеров. Есть возможность подключения преподавателя к работе каждой группы. Удобная мобильная версия. С использованием сервиса обеспечивается полная синхронная замена практического занятия. Ну и, наконец, технологии взаимного оценивания. Инструмент семинара в LMS Moodle позволяет подключить студентов к взаимному обучению по принципу «сделал свою работу, проанализируй, оцени или прорецензируй несколько других работ на основе критериев, предложенных преподавателям». Это серьезное аналитическое задание для студентов, обеспечивающее необходимую глубину понимания. Лабораторные работы. Традиционно считается, что лабораторные работы – это чисто аудиторная история. Безусловно, реальная лабораторная – незаменима. Однако, определенные навыки студентам могут дать виртуальные лабораторные работы и симуляции. Посмотрите открытые коллекции ресурсов на отечественном степике, а также коллекции FED и Merlot. Вы обязательно найдете что-то интересное для своих студентов.